Благодарю тебя, Иисус 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 За воскресенье Твое И победу Твою За долговую сокровь За долговую сокровь Я Тебя благодарю Я Тебя благодарю За воскресенье Твое За воскресенье Твое И победу Твое И победу Твое За долговую сокровь Я Тебя благодарю Я благодарю Тебя благодарю За воскресенье Твое И победу Твою И победу Твою Господь Иисус Мы благословляем Твое Святое имя Бог наш отец Мы превосносим Тебя И благодарим Тебя За жертву Твоего Сына Иисус Спасибо Тебе За Твою святую кровь Которую Ты пролил За каждого из нас Спасибо Тебе За цену Которую Ты заплатил За наше спасение Прими сегодня на этом месте В этом вечернее служение Господь Всю честь Всю славу И всю хвалу Во имя Иисуса Христа Аминь Давайте мы прославим Нашего Господа Дорогие братья и сестры Мы собрались сегодня На это служение Чистого Четверга Чтобы вспомнить О той жертве О той цене Которую наш Господь Иисус Христос Заплатил Спасая каждого из нас Давайте мы сейчас присядем Мы выслушаем Слово Божье О тех событиях Которые происходили В четверг Накануне распятия Накануне воскресения Нашего Господа Иисуса Христа Мы будем читать Евангелие от Матфея 26 глава 17 стиха В первый же день Опресночный Приступили ученики Ученики к Иисусу И сказали ему Где велишь нам Приготовить тебе пасху Он сказал Пойдите в город К такому-то И скажите ему Учитель говорит Время мое близко У тебя совершу пасху С учениками моими Ученики сделали Как повелел им Иисус И приготовили пасху Когда же настал вечер Он воздох с двенадцати учениками И когда они ели Сказал Истинно говорю вам Что один из вас Предаст меня Они весьма Опечалились И начали говорить ему Каждый из них Не я ли Господи Он же сказал в ответ Опустившись со мною Руку в блюдо Этот предаст меня Впрочем Сын человеческий Идет Как написано О нем Но горе тому человеку Которым Сын человеческий Предается Лучше было Этому человеку Не родиться При всем Иуда Предающий его Сказал Не я ли Рави Иисус говорит ему Ты сказал И когда они ели Иисус взял хлеб И благословил Преломил И раздавая ученикам Сказал Примите Едите Се есть тело мое И взяв чашу И благодарил Подал им И сказал Пейте Из нее Все Ибо сей есть Кровь моя Нового завета За многих Изливаемое В оставление Грехов Скажу Сказую же вам Что отныне Не буду пить От плода сего Виноградного До того дня Когда буду пить С вами Новое вино В царстве Отца моего И воспел Пошли на гору Элеонскую Тогда говорит им Иисус Все вы соблазнитесь О мне в эту ночь Ибо написано Поражу пастора И рассеются Овцы стада По воскресении Моем Предваряю вас В Галилее Петр Сказал ему В ответ Если и все Соблазнятся О тебе Я никогда Не соблазнюсь Иисус Сказал ему Истинно Говорю тебе Что в эту ночь Прежде нежели Пропоет петух Трижды Отречешься От меня Говорит ему Петр Хотя бы надлежало Мне И умереть С тобою Не отрекусь От тебя Подобное Говорили и все Ученики Потом приходит Приходит с ними Иисус на место Называемое Гефсимания И говорит ученикам Посидите тут Пока я пойду Помолюсь там И взяв с собой Петра И обеих сыновей Завидеевых Начал скорбеть И тосковать Тогда говорит им Иисус Душа моя Скорбит смертельно Побудьте здесь И бодрствуйте Со мною И отойдя немного Пал на лицо свое Молился и говорил Отче мой Если возможно Доминует меня Чаша сия Впрочем Не как я хочу Но как ты И приходит к ученикам И находит их спящими И говорит Петру Так ли не могли вы Один час Бодрствовать Со мною Бодрствуйте И молитесь Чтобы не впасть В искушение Дух бодр Плод же немощный Еще отойдя В другой раз Молился говоря Отче мой Если не может Чаша сия Миновать меня Чтобы мне Не пить ее Да будет Воля Твоя И придя Находят их Опять Спящими Ибо у них Глаза Отяжелели И оставив Их Отошел опять И помолился В третий раз Сказал То же слово Тогда приходит К ученикам своим И говорит им Вы все еще спите И почиваете Вот приблизился Час И сын человеческий Придается в руки Грешников Встаньте Пойдем Вот приблизился Предавший Меня И когда еще Говорил он Вот Иуда Один из двенадцати Пришел И с ним Множество народа С мечами И кольями От первосвященников И старейшин народных Предающий же его Дал им знак Сказав Кого я поцелую Тот и есть Возьмите его И тотчас Подошел К Иисусу Сказал Радуйся Рави И поцеловал Его Иисус же Сказал ему Друг Для чего Ты пришел Тогда подошли И возложили Руки на Иисуса И взяли его И вот один Из бывших С Иисусом Простерши руку Извлек меч Свой И ударив Раба первосвященникова Отсек ему Ухо Тогда говорит ему Иисус Возврати меч Твой В его место Ибо все Взявшие меч Мечом погибнут Или думаешь Что я не могу Теперь Умолить Отца моего И он представит Мне более Нежели Двенадцать Легионов Ангелов Как же Сбудутся Писания Что так Должно быть В тот час Сказал Иисус Народу Как будто На разбойника Вышли вы С мечами И кольями Взять меня Каждый день С вами сидел Я уча В храме И вы не брали Меня Сие же Все было Да сбудется Писание Пророков Тогда все Ученики Оставив Его Бежали А взявшие Иисуса Отвели его К Каиафе Первосвященнику Куда собрались Книжники И старейшины Петр же Следовал за ним Издали до двора Первосвященникова И войдя внутрь Сел со служителями Чтобы видеть Конец Первосвященники И старейшины И весь Синедрион Искали лжесвидетельств Против Иисуса Чтобы предать Его смерти И не находили И хотя Много Лжесвидетелей Приходило Не нашли Но наконец Пришли Два Лжесвидетеля И сказали Он говорил Могу разрушить Храм Божий И в три дня Создать его И встав Первосвященник Сказал ему Что же Ничего не отвечаешь Что они Против тебя Свидетельствуют Иисус молчал И Первосвященник Сказал ему Заклинаю тебя Богом живым Скажи нам Ты ли Христос Сын Божий Иисус Говорит ему Ты сказал Даже Сказываю Вам Отныне Узрите Сына Человеческого Сидящего Одесную Силы И грядущего На облаках Небесных Тогда Первосвященник Разодрал Одежды Свои И сказал Он Богохульствует На что Еще нам Свидетелей Вот теперь Вы слышали Богохульство Его Как вам Кажется Они же Сказали в ответ Повинен Смерти Тогда Плевали ему В лицо И заущали Его Другие Же Ударяли Его Полонитом И говорили Прореки Нам Христос Кто Ударил Тебя Петр Же Сидел Вне На дворе И подошла К нему Одна Служанка И сказала И ты Был С Иисусом Галилеянином Но Он Открекся Перед Всеми Сказав Не знаю Что ты Говоришь Тогда Же Он Выходил За Ворота Увидела Его Другая И говорит Бывшим Там И этот Был С Иисусом Назореем И он Опять Отрекся Склятываю Что Не знает Этого Человека Немного Спустя Подошли Стоявшие Там И сказали Петру Точно И ты Из них Ибо И речь Твоя Обличает Тебя Тогда Он Начал Клясться И божиться Что Не знает Этого Человека И вдруг Запел Петух И вспомнил Петр Слово Сказанное Ему Иисусом Прежде Нежели И выйдя Вон Плакал Горько Чуть Больше Двух Тысяч Лет Назад В жизни Иисуса Христа Начались Самые Тяжелые И самые Ответственные Сутки Духовные Часы Отчитывали Часы И минуты До начала Новой Эры Эры Прощения Грехов Людей Через Спасительную Жертву Иисуса Христа Мы Прочитали Сейчас Только Начало А дальше Был суд Пилата Была Орущая Толпа Насмешки Издевательства Было Бичевание И мучительная Казнь В любой Момент Христос Мог Все Остановить В любой Момент Мог Все Остановить Бог Отец Но Любовь К нам Дала Иисусу Силы Пройти Дорогу Страданий До Конца Любовь К нам Дала Силы Богу Отцу Перенести Страдания Своего Сына Не Остановив Их Для нас Это Служение Чистого Четверга Осознание Насколько Велика Божья Любовь К нам И Насколько Огромна Жертва И цена Заплаченная Для спасения Каждого Из Нас Давайте Мы Сейчас Поднимемся Для Молитвы Мы Обратимся К Богу В этой Первой Молитве И попросим Чтобы Он Пришел Сюда Нам Так Нужно Сегодня С Ним Встретиться Поклониться Ему И сказать Ему За все Спасибо Наш Драгоценный Господь Иисус Мы Так Благодарны Тебе Что Мы Можем Быть Сегодня На этом месте Мы Хотим Сегодня Вспомнить О Твоей Жертве Мы Хотим Сегодня Вспомнить Господь Иисус О том Насколько Большая Цена Ты Заплатил За Наше Спасение Спасибо Тебе За Каждую Каплю Крови Спасибо Тебе За то Что Не Сошел С Этой Дистанции Но Ты Дошел До Самого Конца А то Что Ты Пренебрег Посрамления А то Что Ты Пренебрег Насмешки А то Что Ты Пренебрег Уничижения Которые Были Над Тобою Господь Спасибо Тебе Ты Взошел На крест И пролил Свою Святую Крову Чтобы Подарить Нам Жизнь Свободу И Победу Мы Молимся И просим Тебя Сегодня Благослови Нас Своим Присутствием Сегодня Господь Иисус Когда будут Исповеди Прими И очисти Сегодня Наши Сердца Дай Нам Сегодня Победу Над Всяким Злом Над Всяким Беззаконием Господь И пускай Твое Имя Сегодня Восторжествует Пускай Царство Твое Восторжествует Пускай Воля Твоя Будет Как На Небе Так И На Земле Пускай Твою Любовь Сегодня Покроет Всю честь Всю славу И всю хвалу Во имя Иисуса Христа Аминь Только И Долороса В Иерусалим В тот день Разогнать Пыталась Стражей Всех Людей Но Долба Хотела Видеть Лишь Того Кто На Долгов Ушел На Крест Истекая Кровью Ушел Он И Сквозь Боль Смотрел На Тех За Кого Он Принял Муки Принял Грех Омывая Нас Той Кровью Что Текла Из-под Гвоздей Забитых В Крест Вдоль Боли Долороса Тут Страдания Страдания И слез Страдания 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 Прославлю я тебя, мой Бог Блакой, За то, что отдал жизнь свою ты на кресте, За то, что ночью серой и глухой Кровавый пот струился по твоей щеке Не потому, что выбора не было, А потому, что любовь велика, Ты за меня, Боже, страна, Ты за меня на кресте умирал, Принял всю боль, болезни забрал, Чтобы я вновь жил и мечтал, Ты за меня проклятие помнёс, Жертвой стал, святый Христос, Кровь проливая, не думала временно, Не потому, что выбора не было, Я преклонюсь, мой Боже, пред тобой За то, что ты в смирении весь путь прошёл, За то, что ты предвечный и святой Не отказался от меня, а приобрёл Не потому, что выбора не было, А потому, что любовь велика, Ты за меня, Боже, страна, Ты за меня на кресте умирал, Принял всю боль, болезни забрал, Чтобы я вновь жил и мечтал, Ты за меня, Боже, страна, Я тебя поймёс, Жертвою стал, святый Христос, Кровь проливая, не думала временно, Не потому, что выбора не было, За меня за меня за меня не было, А потому, что выбора не было, А потому, что любовь велика. Ты за меня, Божья страда, Ты за меня на кресте умирал. Принял всю боль, болеть не забрал, Чтобы я вновь жил и мечтал. Ты за меня, Божья страда, Ты за меня на кресте умирал. Ой, я не думала временно Не потому, что выбора не было. Ты за меня, Божья страда, Ты за меня на кресте умирал. И я всю боль, болеть не забрал, Чтобы я вновь жил и мечтал. Ты за меня, Божья страда, Ты за меня на кресте умирал. Я уже твою стаса, Святый Христос. Но проливая, я не думала временно Не потому, что бываем не было Спасибо тебе, Христос, за твою любовь, за твою милость Заявленное чудо в нашей жизни Ты стал жертвой за каждого из нас Спасибо тебе, Господь Будем готовить наши сердца к поклонению Поднимемся Ему дорога была каждая душа Наш Господь вчера, сегодня и вовеки тот же Как когда-то Он страдал Глядя на людей, испачканный их грехами Так и сейчас Господь вновь и вновь распинается на кресте За каждого из нас, чтобы очистить Чтобы забрать все болезни Чтобы забрать всю боль и проклятие И дать жизнь Дать вечность Дать мечту и надежду Можем прийти ко Христу И оставить у Его ногу все Все, что мешает нам встретиться с Ним Мы будем поклоняться нашему Богу Открывая свои сердца Знаешь ли, ручки, что бежит За креста, где умеет Христос Знаешь ли, того, кто дарит Выкуп на страданий слез Хоть как бурпух грех твой плотской Славы и всталый мой дух И вина подритя же Кровь Христа стекает струем Ей я сделан свеками Славы и всталый мой дух Мира счастья долго искать Как овце за лучший поступ Мой Господь пришел И мир нам Я пришел на призыв Христа Он источник жизни моей В днем спасенье вся полнота И я сделан свеками Хоть как бурпух грех твой плотской И вина подритя же Кровь Христа стекает струем Ей я сделан свеками Мир не всталый мой дух Мир не всталый мой дух Хоть как бурпух грех твой плотской И вина подритя же Кровь Христа стекает струем Ее сделан снегом белый, разделенный свечным глазом. Кровь свою Христос проливал на кресте стерновый пензон. Не напрасно Бог пострадал, не напрасно, не напрасно Бог пострадал. Не напрасно Бог пострадал, не напрасно Бог пострадал. Не напрасно Бог пострадал, не напрасно Бог пострадал. Умирая, на кресте кровь свою проливая. Ты не знаешь меня, жизнь даешь мне ругать. Вся надежда моя на Тебя. Знаешь, я не знаю, что ты живешь. В нашей молитве поклонимся Иисусу Христу. Поклонимся Христу Господа Иисуса Христа. А здесь будет слово Божие, которое сказано, что перед ним схилить всякий народ колено своё. Кому возможно? Давайте мы схилимся перед Голгофским Христом, в величезней пошанне до Него. Иисус Иисус Христом, в величезней пошанне до Него. Именно Горито живи, Кровь Христа стекает в дом, И не сделан смех, И не сделан смех. В Слове Божьем написано «Поразмыслите», о претерпевшем над собою такое поругание. Давайте просто под музыку. Давайте мы подумаем зараз. Просто пороздумаем. Хвилинку. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон» «Симон» 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 Христом Господом нашим, и так тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Движите, какой вроде парадокс, но 8, 1 написано. Ибо нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон ослаблений плоттю был безсилен, так Бог послал Сина своего подобия плоти грехов в жертву за грех и осудил грех во плоти. И Бог показал тут, что без Иисуса Христа всю борьбу с грехом людина програет. Будь-яка добра людина. Одна людина програется в 18 роков, другая людина програется в 30, третья в 50, а четверта програет в кінці життя. Но Библия говорит, борьбу с плоттю програют все, крім тих, кто всю свою надежду покладут на Иисуса Христа. Фактично без. Чому Христос пострадав плоттю? Чтобы зупинити вплив нашей плоти на наше життя. И так, братья и сестры, что конкретно робити? Что конкретно робити? Как же побороти цю плоть реально, практично, зрозуміло, в реальному, конкретному житті? Сьогодні, завтра, післязавтра? Ну, как ей побороти цю плоть? Коли вона все хоче, коли ей всього мало, коли плоть хоче бути центром всього, коли вона на себе все тягне. Як побороти цю плоть? Біблія говорит дуже прості речі. Перш за все, треба жити по слову. Треба жити по слову. Ось так буквально. Ось так прочитав і зробив. Прочитав і зробив. І все. Перше, жити по слову. Тому що плоть живе по закону, а дух живе по слову, по заповідям Божим. І так, Біблія говорить нам, що ми могли читати буквально, якщо написано бігайте блуда, то в прямому смислі слова взяв, значить, побачив блуд, розвернувся і побіг в другу сторону. Просто біжи і не глядуйся. Так от як написано, не глядя. Побачив телевізору, щось розвернувся і побіг. І втік. Дуже просто. Біблія говорить, хто крав притчо, не краді. Хто говорить неправду, покайся і не говори цього. Біблія говорить про ці речі. Тому треба виконувати буквальне слово Боже. Друге. І сповідувати або визнавати свої гріхи. І так старатися максимально жити по слову Божому. Читати його і виконувати. Вникай в себя і в учені. Друге. Визнавати свої гріхи. Як доказувати, що я визнав свої гріхи? І як доказати, що я визнав свої гріхи? Саме простий спосіб це їх сповідувати. Бо всі кажуть, я каюсь. А ти покайся перед кимось візьми. А ти комусь скажи. От якщо ти скажеш це комусь, стидно, а вдруге комусь розкаже. Ви уявляєте чи ні? Ви уявляєте, що буде в церкві робитися, якщо оце все, що тут і це все розкажуть. Знаєте, слава Богу. Анкета лежить у вас, світло там не горить і через тих, хто сповідує, стільки людей проходять, вони не запам'ятають. Алілуя. Вони не запам'ятають цього. Але, знаєте, якби це було, ви про це, що робилося в церкві? Скільки тут гріхів? Ніхто не знає. Ні я, ніхто не знає, скільки тут гріхів. Тільки Бог. Тому, якщо я визнаю свій гріх, це означає, а мені все рівно. Хочуть говорити, хай говорять. Хтось хоче осуждати, хай осуждає. Але я прийняв рішення, любою ціною, я визнаю свій гріх, я покаюся. Знаєте, це рішення, якщо я рішив, я визнаю свій гріх. І третє, покаятися. Покаятися, це значить прийняти жертву Ісуса Христа. Прийняти цю жертву. І Бог благословить, і Бог буде з нами. Ви знаєте, я хочу зараз мати молитву, але перед молитвою скажу одне відкриття. Коли Ісус Христос йшов на Голгофу, коли Він був на суді у Каяфі і Анні, коли Він був в Гевсиманському саду, то Він завжди мотивував і доказував, чому Він йде на Голгофу. Він зупиняв Петра, Він зупиняв апостолів, і Він доказував, чому Він йде на страждання. Він каже, щоб збулося про мене писання. І Він завжди говорив, щоб збулося через мене писання. Я хочу задати зараз питання. Через Ісуса Христа збулися писання, пророків за спасіння людей. А яке писання збувається через тебе? А через тебе яке писання збувається? Писання гріха чи писання благословіння? Яке писання збувається про тебе? І тому, якщо писання заповідей божих, писання пророць божих, писання благодаті божої збудуться в твоєму житті, ти будеш благословенний. Хочеш, будеш благословенний? Дозволь святому писанню збутися через тебе. Хочеш, щоб твоя сім'я була благословенна? Хочеш, щоб твоє служіння було благословенне? Дозволь, щоб Слово Боже збулося в тобі. Так як Христос сказав, я йду по тому, як написано обо мене. Іди і ти по цій земній дорозі так, як написано тут про тебе. І хай Слово Боже збудеться. Хай Слово благословіння збудеться. Хай благодать Божа збудеться в твоєму житті. І ім'я Господнє хай буде прославлене. Давайте ми встанемо зараз для молитви. Ми подякуємо Господа за ще раз його страдання і звершимо молитву за вечерю Господню. Благословимо цей хліб, благословимо цю чашу, щоб ми зрозуміли, браті і сестри, це наша суть. Знаєте, ми читаємо новини, послухайте, ми читаємо новини. Там-то забрали храм. Такій-то країні забрали храм у християн. Там-то забрали то-то. Там ще інше. Але я вам скажу, таєнства вечері Господні, від нас ніхто не забере. Я вже говорив колись, коли мій батько сидів в тюрмі, і їм строго-напросто не давали хліба, знаючи, що вони на вечерю Господню. Що вони на Пасху будуть звершувати священодію. За ними дивилися. Не давали їм хліба. Не давали нічого. Знаєте, вони взяли, я не знаю, як це правильно сказати по-українськи, лушпиння, так? Лушпиння з картоплі. Вони взяли це лушпиння, зварили, спекли з нього хліб, потім взяли гнилих яблук, зробили з нього соку, зробили якусь чашечки і звершили вечерю Господню. Там були православні, там були католики, там були баптісти, п'ятдесятники, там були суботники. І вони всі разом, помолившися на цій картоплю, як хлібом, як тілом Господа Ісуса, звершили вечерю Господню. На другий день розстріляли декілька чоловік, все-таки зловили. Але вони звершили, бо вони знали, що таєнство вечері Господньої – це сила, яка тримає церкву. Баті і сестри, не заберем ніколи в нас диявол вечері Господньої. Сьогодні диявол по-другому воює. Він пропонує, навіщо вам згадувати вечері Господньої? Говоріть про процвітання. Навіщо вам? Говоріть про вліяння, говоріть про політику, говоріть про якісь обряди інші. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. Алліюя. Ми Його будем проповідувати. Ми будемо це говорити. І я тобі скажу, ніколи не студайся крові Господа Ісуса Христа. Ніколи не студайся цього, що Він зробив за нас. І будеш благословенний. І ім'я Господня хай буде прославлене в нас через нас. Спасіба тобі, Господь, і Бог наш. Ми славимо тебе, Бог наш. Ми возвеличуємо Твоє ім'я. Ми дякуємо тобі, що ти не посоромився, Господь, висіти на кресі за нас. Давши нам це таєнство, завжди згадувати вечерю Твою. Завжди згадувати смерть Твою через цей хліб, через чашу, через кров Твою і світу. Благословуй нас, Господь. Посвяти цей хліб, посвяти цю чашу. Дай нам прийняти як тіло, як кров Твою. Дай нам, Господь, сповідатись по Слову Твоєму, щоб це Слово збулося у нас. Якщо ви сповідатись гріхи ваші, він будучи вірен і праведен, простить вас і очистить від всякої неправди. Господь, хай буде це Слово, хто піде омивати ноги, Господь, хай збудеться Слово Твоє, що якщо це зробив ти, то виробіть це один одному, показуючи любов свою. Хай збудеться Слово Твоє, приймаючи вечерю Твою. Хай буде це Слово Твоє, упомазані Іллеєм, обновлені завіту нашого з Тобою. Хай це все служіння буде славою Твого святого імені, Господі. Бо ми зібралися біля Христа Твого, біля Тебе, дорогий наш Христос, розпятий, вмерший, але воскресший. Вся слава хай буде Тобі. Амінь. Давайте Ви здаємо славу нашому Богу. Брати і сістрі, присядьте, пожалуйста, ненадолго я сделаю объявление. Я хочу сказати объявление о порядке служений. В малом зале у нас буде проходить исповедь омовения ног. Исповедь ви увидите там по периметру всего малого зала, а також в центре будуть стоять столи, за которими будуть сидіти пастора, принимающие исповедь. В помощь на каждому столе лежит анкета исповеди. Вы уже приходите к пасторям с заполненной анкетой. И вы отмечаете. Не обязательно, но если вы хотите. Это в помощь. Следующее. Братья і сістрі, исповедь будет длиться совсем коротко. В среднем минуту. Это не будет молитва за нужды и не консультация. Это покаяние в грехах. Поэтому, когда вы будете садиться к пастору, это будет проходить так. Я каюсь, и называйте за что. Я каюсь, и называйте за что. Следующее. После исповеди, если вы использовали анкету в помощь, вы сможете прийти и положить ее здесь у креста. Потому что в конце служения пастора, они будут рвать эти анкеты в знак того, что наши грехи прощены и очищены кровью Иисуса Христа. Омовение ног. У нас сёстры мывают ноги в классе номер один. Опять-таки, по желанию. Это не обязательно делать всем. Но кто желает, кто планировал это сделать? Сёстры в классе номер один, братья в классе номер два. Сёстры с сёстрам, братья с братьям. Там есть служителя, которые объяснят вам, как нужно проводить это служение. Опять-таки, это служение примирения, служение друг другу, это служение почтения. Поэтому это будет в первом, втором классе. В центральном зале у нас будет заповедь причастия. Те люди, которые приняли, которые уже исповедались, или вы исповедались днем, то не нужно еще раз исповедоваться. Вы сможете прямо принимать заповедь причастия. Вы можете разделить ее с кем-то. Также у нас будет с двух сторон помазание елеем. Помазание елеем – это символ нашего обновления завета с Богом. Это обновление покаяния, обновление водного крещения, обновление служения. Братья Иисуса, давайте мы сегодня вспомним, что когда мы принимали крещение, мы обещали Богу служить Ему чистой и доброй совестью. Может быть, вы уже сегодня знаете, вы исповедуетесь, совесть она очистится, и пусть это помазание елеем будет как печать на вас, что вы обновили свой завет с Богом. Если вы еще не служите Богу, вспомните об этом обещании, примите решение служить Господу. Также здесь, в верхнем зале, на протяжении всего служения до конца, будет идти фильм об Иисусе Христе. Во время этого фильма вы можете молиться друг за другом, вы можете служить друг другу, но самое главное, братья и сестры, давайте мы все это служение, мы не будем говорить о суете, мы будем сохранять такое состояние мира, благоговения, будем сохранять состояние почтения к нашему Господу. Не надо говорить по мобильным телефонам, пусть это будет время особенного поклонения и нашего пребывания в Боге. Те уже, кто исповедались днем, опять-таки, повторяю, не нужно исповедоваться. В конце служения пастора будут рвать анкеты исповеди в знак прощения и очищения грехов. И закончим мы служение такой победоносной песней «Моя победа, победа в Боге». Поэтому, да благословит нас Господь на исповедь вниз не обязательно сразу сейчас идти, вы сможете прийти позже, чтобы не было там длинных очередей. Поэтому, в принципе, после этого объявления, дорогие пастора, которые будут исповедовать, вы можете уже сейчас спускаться вниз, занимать места за столами и, братья и сестры, которые на омывении ног, можете спускаться вниз, занимать свои места и да благословит Господь каждого сегодня на служении. Аминь. Мы сегодня переглянули подчас того, как ишли в исповеди, как мы принимали причастие помазанья оливой, мы могли переглянути всю хронологию подий, которые передували смерти в воскресенье Господа Иисуса Христа. И сегодня, когда мы говорим, что кровь Иисуса Христа вирного своему слову очищает наши сердца, давайте мы встанем перед Господом. И мы проголосим в вере, что в крови Иисуса Христа наша перемога, что в крови Иисуса Христа наше прощение, что в крови Иисуса и в ранах Его наше ссиление, что в крови Иисуса Христа наша свобода. И мы завершим это служение такою переможною письмою «Моя победа». И во время того, как будет волнаться эта песня, я хотел бы попросить пасторов, так как написано в Слове Божьем, что Христос до Христа пригвоздил всякое рукописание, любую нашу списку про наши грехи, любое поведомление, которое дьявол писал, любый спогад о том, что мы делали и чем мы грешили. Христос уничтожил. Так символично, во время того, как мы будем проголошивать «Моя победа», мы будем рвать эти анкеты, на которых значены грехи. Поэтому давайте мы проголосим «Моя победа», «Победа в Боге». Велику славу Господу мы дам. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить меня. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить. Моя победа, победа в имени Иисуса Господа. 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 Мы хотим витать Тебе хвалу Мы хотим увеличить Тебе Бо завдяки Твоей смерти мы живем И завдяки тому, что Ты помер Мы будем жить вечно Вся слава, честь и хвала Тебе наш Бог Во имя Иисуса Христа Аминь, аминь Слава нашему Богу Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, слава, слава, слава Богу нашему Богу И в завершении этого служения В таком радости, в таком торжестве Мы завершим молитву Господню Молитву Отче наш И с чистыми сердцями Будем рухаться в напрямку до святого свята Воскресенья Господнего Давайте мы завершим молитву Отче наш Отче наш, сущий на небесах Нехай святится имя Твое Нехай прийде царство Твое Нехай будет воля Твоя Благословить Господь Кожного Привітайте тих, кто поруч из вами З миром Божим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому